Финансовая грамотность. Финансовая грамотность тренера. Давайте обратимся сначала. Вообще, что такое финансовая грамотность? Финансовая грамотность – это знания, которые помогают строить здоровые отношения с деньгами, ставить финансовые цели, достигать их и не тревожиться о завтрашнем дне. И это неврожденный талант, а навыки, которые может развить каждый. То, что нам говорит Google. И так как в любом достигаторстве нам нужно разобраться с целью. На любой консультации по финансовой грамотности с коучем, с тренером личностного роста, если вы поставите себе цель увеличить доход, каждый эксперт вас спросит, зачем? То есть вы должны четко поставить цели. И не секрет, если вы четко поставите цели, пропишите пути, есть тоже очень много методик для этого, для достижения, вы действительно получите результат, если четко спланируете, что это будет за цель и какими путями вы будете достигать. То же самое можно приложить на нашу деятельность тренерскую. Когда к нам приходит клиент, он говорит, я хочу похудеть. Если вы выясните истинную причину его желания похудеть, тогда будет лучший результат. То есть вы сможете вместе со своим клиентом четко поставить цель, прописать пути достижения, и тогда, естественно, результат будет намного лучше, если в другом случае, если целеполагание будет не очень конкретное. Что я наблюдаю со стороны тренера, и так же, как и вы, у меня не было финансовой грамотности от слова совсем. То есть я тренер, закончилась физкультурой, начала свой путь просто с тренерской работы. И так же, как и вы, у меня были ошибки. Ошибки какие? Как тренер думает увеличивать доход? Давайте вместе разбираться. Хотелось бы, конечно, больше с вами общаться. Но в данном случае у нас лекция. И как вы видите, как бы все мы предполагаем, что, чем мы можем заработать? Ну, взять больше тренировок. Вот я веду там 10 часов в неделю, давайте возьму там 20 часов в неделю. Все знают, что нужно выйти на персональный тренинг. Если час, допустим, групповой программ оплачивается в среднем 700 рублей, то групповой программ я могу получить там тысячу. Если возьму персоналку там домой или онлайн, то это будет полторы-две тысячи, да? Что еще мы можем сделать? Ну, разнообразить формат. Ну, допустим, я вела аэробику степ, возьму, изучу сейчас пилатес, йогу в гамаках, да, я получу дополнительный заработок, но это тоже будет за счет увеличения количества часов. Что я еще могу? Я могу еще увеличить чек. Так очень многие курсы по увеличению дохода тренера, они вам говорят, что не стесняйтесь, повышайте чек, и в итоге вы будете зарабатывать за час на 700 рублей, там 7 тысяч. Но это тоже такой момент, с которым можно поговорить. Или еще распространенная такая, такой миф – открыть свою студию. Открыть свою студию. Здесь каждый из моментов, давайте мы немножко разберем плюсы и минусы каждого момента. Ну, допустим, взять больше тренировок. Скажите мне, сколько качественно тренировок в день вы можете провести? Ну, максимум 3, если они будут разнообразные. Давайте посчитаем. Средний чек – 700 рублей. 700 умножить на 3 – это будет 2,100. 2,100 умножить на 5 дней в неделю – это будет 10, 15 тысяч. Но это как бы не те деньги. Хорошо, давайте возьмем еще там 2-3 персоналки. Ну, судя по тем девочкам, мальчикам, с которыми я общаюсь, сколько, да, они работают с утра до вечера, расписаны, сколько может тренер заработать. В хорошем периоде у многих персоналка зависит от графика, да, у многих стоит план, что нужно определенное количество выполнить персоналок. Персоналка оплачивается средним в клубе 500-1000 рублей. То есть чем больше персоналок сделает, тем больше процентов он получит. Люди сидят в клубе безвылазно, это очень тяжело. То есть там, допустим, 2-3 тренировки групповых, 5 тренировок персональных – это наступает уже профессиональное выгорание. То есть по качестве преподавания, допустим, в групповых программах или персональных, да, навык увеличивается, профессионализм увеличивается, наработанность, насмотренность увеличивается. тренер может заработать максимум, ну, максимум 200 тысяч, если это вот он очень сильно фахивает. Ну, средний чек – это 100-150 тысяч. Ну, 150 давайте возьмем. Да, разнообразные уроки. Вопрос в том, когда вы выгорите, когда вы устанете. И еще вопрос. Сможете ли вы получать постоянно вот такую сумму, там, 100 даже тысяч, держать постоянно этот уровень? То есть по вопросу, который мы проводим, и с теми людьми, с которыми я общаюсь, то есть средний чек, на самом деле, инструктор групповой программы – это 30 тысяч. Это если без персональных сильных тренировок. 50, в основном 50, то есть вот в персональной тренировке 50. В больших крупных клубах, если вы работаете на персоналке, там можно 100. Вопрос. Как долго вы можете подержаться на этом чеке? Как долго, как быстро у вас наступит логорание? И как долго вы продержитесь? И вопрос еще. А если что-то случится с вашим здоровьем? Заболели. У девчонок, у многих есть детки, которых не с кем, к сожалению, оставить. Я сама через это пошла. Когда муж тоже на работе, бабушки рядышком нету, няня не всегда помогает. Ребенок заболел, я не могу выйти на тренировки. То есть не секрет, что тренера кормят ноги, руки, голова. И если что-то у нас случается со здоровьем, или мы физически не можем выйти на клуб, естественно, мы эти деньги теряем, и заработок нас падает. То есть выход, взять больше тренировок, это как бы не выход. Можно, конечно, но не до бесконечности. Увеличить чек. Честно вам скажу по правде, я так думаю, что с этим уже многие согласятся, что не всегда высокий чек равно качеству. Я, допустим, как эксперт, в некоторых случаях я вижу, допустим, я работаю в эконом-сегменте в клубе, я вижу, что, допустим, мои клиенты, там, 5000 час, они физически не потянут. А я беру мини-группы, там, поменьше оплаты их собираю в группы. Вот так я выхожу из положения. Также, если вы не работаете VIP-клиентами, то есть вы не сможете бесконечно выречивать чек. То есть для них повышение, там, даже на 100 рублей чек, это будет весьма ощутимо. И следующий момент. То есть не всегда цена соответствует качеству. То есть я знаю экспертов, которые там заходят. То есть настолько люди сейчас считают деньги, настолько они трепетно и максимально внимательно относятся к эксперту. То есть недостаточно поднять чек и заявить об этом в социальных сетях, вести социальные сети. То есть люди сейчас все считают, собирают отзывы. И, скажем, те, кто уже действительно ищет качество, допустим, тех же нутрициологов, тех же врачей, тех же инструкторов. То есть по отзывам, по рекомендациям. Если вы просто повысите чек, не факт, что у вас останутся те же люди. То есть они будут сейчас, люди считают деньги. Они будут искать ту же услугу, такого же качества, но подешевле. То есть здесь тоже такой очень сомнительный момент. И не факт, не всех он у всех работает. И также и вы не всегда сможете перейти эту грань, когда вы повышаете чек, что часть клиентов от вас уходит. А для того, чтобы набрать новых клиентов, потребуется время. И это второй момент. А первый момент, то есть повышать чек тогда, когда у вас максимально загруженная запись с утра до вечера, и вы не справляетесь. И к вам еще просятся люди, и действительно у вас чек маленький. Тогда чек можно повышать. То есть здесь тоже есть такие маленькие нюансы, которых нужно знать и быть готовым. Открыть свою студию. Отдельная песня. Я тоже это проходила. И здесь хочу сказать, что для того, чтобы открыть свою студию, вы должны определиться, кто вы есть на самом деле. Вы эксперт, организатор или руководитель. Это совершенно разные категории экспертности и совсем разный уровень ответственности. Это про рост вертикально-горизонтально, и это про то, чем вы хотите заниматься. То есть если вы отличный эксперт, не значит, что вы замечательный будете руководитель или организатор. То есть руководитель – это тот человек, который может управлять финансами, который, не задумываясь, может просто уволить человека, потому что финансово эта компания невыгодна. Сможете ли вы также хладнокровно уволить человека, который с вами долго-долго работал? Это организатор, который может собрать людей, выявить у каждого человека свою интересность, компетентность, построить команду и вместе достигать какие-то цели. Каждый раз их мотивировать, ввести к какому-нибудь цели. Скорее всего, это будет финансово, если вы будете руководителем. Или вы просто эксперты. Вы не хотите заниматься организатором, организаторской деятельностью. Вы не хотите нанимать его, увольнять сотрудников, писать финансовые какие-то планы. Вы хотите конкретно развиваться в какой-то области, пилатес, йога, стретчинг, тренажерный зал, мутрициология. Вы хотите работать с человеком персонально. Сначала вам нужно разобраться, кто вы есть на самом деле, и затем задуматься, куда вам расти, в чем вам проявляться. То ли вам проявляться как эксперты, дальше складывать свою экспертность, повышать чек, допустим, на персональной тренировке. Или вам следует организовать команду и стать руководителем студии. Но руководитель студии, еще раз говорю, это совершенно отдельная часть. То есть даже вы можете быть хорошим организатором, но руководить, к сожалению, по каким-то личностным качествам у вас не получается. Недавно наблюдала такую картину, что директором фитнес-клуба сделали человека не из фитнес-индустрии, а из работников рецепции. То есть девочка проявила себя в достаточно хорошие организаторские и руководящие качества. И буквально молодая девчонка, которая до 30 лет стала руководителем фитнес-клуба. То есть еще раз говорю, что если вы хороший эксперт, это не значит, чтобы быть хорошим руководителем. Там требуются другие навыки. Решить вопрос с пожарной частью, с хозяйственной частью, закупить какую-то продукцию. Очень хорошо знать финансовый учет. Вопрос, ведете ли вы элементарный финансовый учет доходов и расходов. То есть зачастую такие бывают случаи, что тренер прибегает, я прошел семинар, давайте купим боссу мячики, палочки и так далее. И вот грамотный руководитель, он посмотрит, все посчитает и как бы разумно ответит своему тренеру, сотруднику. То есть здесь требуется такое взрослое. Еще есть такое понятие, как ребенок и взрослый, да, вы знаете. Вот если вы еще находитесь в позиции ребенка, только я, ах так, я ухожу, это позиция ребенка. Руководителем должен находиться в взрослой позиции, он должен выслушивать всех, у него есть цель, он рассчитывает финансы, может он позволить закупку нового оборудования или нет. И также он может хладнокровно уволить какого-то, либо сотрудника, который не приносит доходы или который неретабельный. Он может закрыть час, несмотря что жалко, допустим, тренеру закрыть какой-то час, потому что он входит, Катя, Маша, Вася, потому что я их люблю, они давно ко мне хотели. Руководитель хладнокровно уволит, и это не то, что он плохой, но просто у него есть определенные цели, есть понимание, финансовое понимание момента. Вот, поэтому, чтобы открыть свою студию, 10 раз подумайте, потому что там будут не только психологические моменты, но также там будут новые задания, и вы не сможете просто совмещать деятельность как тренера и руководителя, это совершенно две разные вещи. У вас будут новые головные боли по оформлению, по зарплате, по оборудованию, коммунальные платежи, реклама, найм, аренда. Это такая головная боль, что физически вы просто не сможете как бы уделить этому времени. Поэтому, если вы чувствуете, что вы выросли для своей фитнес-студии, 10 раз подумайте, может вам выгоднее взять просто в аренду 2-3 часа в клубе, если вы там как-то считаете, что маленькая заплата и хотите выйти на новый доход, и один из вариантов выхода, вы видите, у вас много людей, хотя это тоже не факт, люди приходят изначально к вам в клуб, и для этого много потратилось времени, денег, ресурсов и работы других людей, чтобы они к вам дошли, потом они попали к вам, а вы удержали. Поэтому тоже не факт, что вы можете располагаться, взять этих людей и уйти в какой-то другой клуб, это тоже позиция ребенка. Поэтому, если вы все-таки приняли решение уйти, взять студию, начните хотя бы просто с аренды 2-3 часов в неделю в каком-то ближайшем клубе, попробуйте, насколько вы будете сильны именно в создании своего, ну, своей группы, скажем так, своих клиентов, удержания и привлечения. Потому что тех людей, которых вы заберете с клуба, первое время они с вами будут, а потом начнутся проблемы. Их нужно будет удержать в первый момент, а второй момент – нужно будет привлечь новых. И вот тут начнутся понимания, кто вы, просто эксперт или вы уже сможете быть на стадии организации. Вот как раз мы об этом говорили. Способы дополнительного заработка тренера очень много. И у меня есть целый кейс для того, прям расписанный гаджет, вернее, расписанное предложение, где я расписываю 11 уже способов дополнительного заработка для тренера. Вы все получаете, кто у нас заходит в закрытый клуб, вы все получаете бонусом. В закрытом клубе этот есть гайд. Что это такое? Персональные тренировки, это сопровождение пандемиологии, это мини-группы, это йога-фитнес-туры, это сетевой маркетинг, это бонусы от продаж, это амбассадор, это женские круги нахокинги, это мастер-классы или профессиональные семинары, это онлайн-курсы, семинары, уроки, это донаты с социальных сетей за видеоуроки, это бонусы от рекламодателей, плюс вот как бы сейчас я, допустим, изучаю инвестиции, хэшбэки, бонусы, проценты в банках. Все это как дополнительный заработок на тех клиентах, с которыми вы общаетесь каждый день. Более подробно этот гайд я даю при вступлении в наш закрытый клуб и при личной консультации. Вы можете ознакомиться со всеми ссылками, и каждый способ мы прям разбираем в закрытом клубе. Дальше. Но все вот это, то, что я произнесла, оно работает на бренде, бренде тренера. То есть вы должны себя брендировать, элементарно проявляться, упаковаться, то есть кто вы, что вы, и тогда, естественно, у вас будет вот весь этот заработок, ну, как бы или частично заработок, и дополнительный еще много, я думаю, есть еще других способов, в каждом способе есть еще варианты. Проявляться не обязательно через соцсети, есть много различных мероприятий, где вы можете проявляться. Это я говорю про очную, то есть используйте любое приглашение в вашем районе, в вашем городе для того, чтобы проявляться. Вот. И хочу вас познакомить, это один из моментов финансовой грамотности тренера, это маркетинг больше даже, о котором не все практически, ну, мне кажется, не все знают. И первое, с чего это состоит? Смотрите, воронка продаж, что это такое? То есть у нас есть, допустим, чат по вакансиям, и там замены, и я думаю, каждый из вас в этой группе есть или как-то знал, или даже смотрел, или подавал заявочки, или наоборот смотрел себе какие-то подработки. И многие говорят, как так можно за 500 рублей выйти на замену? Типа не заработаешь. А еще раз говорю, что ваш заработок только в ваших руках. Никто вам ничего, кроме вас, не даст. То есть вы должны думать своей головой. И вот эта воронка продаж, и вообще элементарная грамотность тренера, она должна присутствовать, чтобы вы понимали, что вот этот заработок, который вы зарабатываете, 500-700 рублей на групповых программах, это не есть ваш заработок. В начале лекции мы проговорили, что много на этом не заработаешь. То есть вы или выгорите, чем больше вы берете, то есть не факт, что вы заработаете. Чем больше вы берете, вы быстрее выгорите. То есть это не выход из положения. То есть вот эти групповые программы – это второй этап вашей воронки для дополнительного заработка. То есть, смотрите, есть воронка – это когда бесплатно, дешево, подороже, подороже. И вы делаете заработок на то, что самый дорогой продукт. Вот самый дешевый продукт – это социальные сети, выступления, замены. Это, считайте, просто бесплатно для того, чтобы о вас узнали много людей. Вот если о вас узнают, вот видите, воронка. Почему на воронках? Допустим, 100 человек об вас узнали через социальные сети, через выступления, через замены. Дальше на групповые занятия. Где-то они будут, это начало воронки, где-то они уже будут вторым этапом групповой программы, за которую вам платят 500-700 рублей. И это тоже не заработок. Это просто этап воронки. Дальше из этих групп, из этих социальных сетей, из выступлений можно создать мини-группу, где вы будете уже зарабатывать. Обычно мини-группа оплачивается где-то 50%. И здесь вы можете заработать уже, допустим, так тысячу или две тысячи за урок. Уже не 500-700 рублей. Дальше из этих мини-групп, а может из групповых программ, у вас будут персоналки или какие-то допродажи. То, что мы вначале проговорили, чем вы можете заработать, это все будет из пяти, из групповых программ. Персоналки, естественно, стоят те же полторы-две тысячи, до пяти тысячи, а кто, где, когда и вообще. Ну, то есть средняя дополнительная персоналка, ну, где-то тысяча-тысяча рублей примерно стоит. Ну, персоналка, это не значит, что вы с ними полностью физически работаете. Здесь больше личное отношение, какие-то психологические какой-то настроек, где вы можете уже просто говорить, не все физически делать. В основном персоналки, это же на стек на аэропику не ходят. Персоналки – это в тренажерном зале, это пилатес, это, возможно, стретчинг, это какая-то лечебная физическая культура. То есть там меньше вы физически работаете, получаете больше. И там уже у вас более тесный контакт, где вы можете этих клиентов уже дополнительно что-то им предложить. Тоже сопровождение по нафициалу. Тоже дополнительные продажи по БАДам. Вот, и конечный продукт, это может быть самый дорогой, это фитнес-тур, где вы в среднем чек получаете с человека за организационные услуги, это пять тысяч примерно, примерно. То есть все зависит от того, куда вы ведете, с кем вы ведете, в каких партнерских отношениях или самостоятельно, на сколько дней тур, что вы там ведете. Вы можете просто сорганизовать, а можете провести там дополнительную йогу, какие-то психологические еще инструменты ввести туда. Вот это вот так вот выглядит воронка продаж. Вот, кому интересно, мы сегодня как раз будем более подробно разбирать в закрытом клубе. И что делать тренеру вообще, что делать, как выйти из этого. Очень кратко распаковаться, то есть определиться, кто вы есть на самом деле. Эксперт, руководитель или организатор. Дальше, для того, чтобы сделать продукт, вы должны посмотреть конкурентов. То есть таких же, как вы, тренеров, которые примерно ведут такие же программы. Какие-то такие же программы. То есть сколько они стоят, как они себя упаковали, что они делают, какие продукты используют. Дальше, изучение своей целевой аудитории. Целевая аудитория. Это кто? Женщины, как я спрашиваю, девочки, с кем вы работаете? С женщинами? С какими женщинами? То есть настолько тонко вы должны чувствовать, с кем вы работаете? Женщины, кому за 40? Женщины, кому 20? Там и хозяйки. Те, которые только что мамочки. Или те, которые имеют внуков. Те, которые работают или те, которые не работают. Те, которые работают от звонка до звонка или бизнес-фома. Или они работают фрилансером. Ну, то есть как бы вот максимально, досконально изучить свою целевую аудиторию. кто они, бабушки или мамы, или молодые мамы, или они незамужние, или они бездетные. То есть это настолько важно, если учитываете ли в аудитории. И что вы им предложаете? За счет чего? За счет пилатеса, за счет йоги, за счет тренажерного зала, за счет питания. Ну, то есть как бы вот и с этим, если, кстати, я не включила пункт, следующий будет пункт перед упаковкой продукта прописать свое УТП. УТП мы разбирали на прошлом уроке в закрытом клубе. Что такое УТП? Уникальное торговое предложение. Уникальное торговое предложение, это примерно напишется так. Кто я и чем я могу помочь и кому? То есть кто я? Тренер женских практик. Помогу сохранить молодость и красоту женщинам, которым находятся в периоде менопаузы. Понятно, да? То есть ко мне, понятно, я просто по себе, да, так быстренько сформировала УТП. То есть понятно, что ко мне не пойдут женщины, которые хотят накачать ягодицы. Понятно, что они пойдут ко мне 30-летние. Я работаю конкретно с женщинами, которые находятся в стадии менопаузы, и я буду сохранять здоровье специальными методиками. То есть это те женщины, которые уже качали 100 раз пресс, и у них все равно есть животик. У тех, у которых больше, скорее всего, задача будет не ягодицы накачать и плоский живот сделать, а те, которые будут стараться только сохранить сейчас здоровье. Я пишу, чем я могу помочь с помощью специальных упражнений, авторской методики и подбору правильного питания и падок. Все понятно. То есть и с этим складывается моя целевая аудитория. Допустим, женщины, которые родили, они ко мне уже не пойдут. То есть у меня нет или беременны. То есть у меня нет, я не говорю об этом, что я работаю с беременными. Дальше вы, как вы только прописали свое уникальное торговое предложение, вы вешаете упаковку продукта. То есть все, что вы можете им дать. Вот какую-то персоналку на то, на то, на то. Вы можете провести с ними, допустим, встречу или нет нетворкинг. Там у вас есть йога-тур, допустим, по летам вы везете их на Красным полям. Это все называется упаковка продукта. Проводите персональные тренировки, ведете групповые, потом в таком-то зале там-то. Проводите онлайн-тренировки. Это все упаковка продукта, о чем мы сегодня будем говорить в закрытом клубе. Дальше, когда вы все упаковались, проявились, разобрались, вы начинаете проявляться. И у вас увеличивается доход. То есть я вам сейчас не говорю о X2, X3, X10 за счет увеличения чека, а за счет правильного распределения усилий. То есть за счет распаковки, конкретно анализа конкурентов, изучения целевой аудитории, упаковки продукта и начать проявление. Вот проявление вы начинаете говорить о своей экспертности. То есть вы должны социальную сеть свою оформить. Не обязательно ввести ее каждый день, выкладывать цветочки, попу, тренировки, котят. То есть вы говорите о своей экспертности. То есть вы определитесь, для чего вы идете в социальную сеть. Для клиентов или для того, чтобы похвастаться, что вы ездили на море. Одно другому не мешает, но все-таки подумайте, чтобы вы каждый пост, это тоже отдельная история, о которой я говорю в закрытом клубе, как правильно писать один пост, чтобы сразу привлечь своих клиентов. Нужно поднимать очень актуальные темы. В конце обязательно все подписывать и ввести всех на продукты. Тогда каждый пост вас будет привлекать в какое-то количество людей. Также у нас для всех, у меня, у нас в федерации, есть чат поддержки, допустим, в социальных сетях, потому что без поддержки вас никто не увидит. То есть у вас два варианта. Или вам платить за рекламу, чтобы пост продвигался, или есть бесплатно, один из бесплатных способов привлечения в социальные сети, ну, как бы, увлечения просмотров. Это поддержка. Она бесплатная, но она взаимоподдержка. То есть каждый, кто вступает в чат, то есть вы напишите нам в любую сеть, мы увидим, хочу в чат поддержки. Она есть у меня и в ВКонтакте у нас, и в Инстаграме. То есть смысл этого чат поддержки, что когда вы выкладываете какой-нибудь пост, вы просите вас поддержать. Поддержать, ну, это лайки обязательно, комментарии обязательно, и репост. Репост мы делаем в одну группу, просим поддержать в другую. Оно реально работает. Дело в том, что когда, ну, во-первых, не все хотят комментировать, как бы стесняются, а если они видят, что уже вас комментируют, они присоединяются к комментариям. На самом деле, даже если вы не зайдете к нам в чат, вы поддерживаете друг друга. Почему? Потому что даже ваши профессиональные комментарии под постами ваших, скажем так, коллег, ну, или конкурентов, скорее всего, коллег, это будет способствовать, что его клиенты, увидев ваш профессиональный комментарий, перейдут к вам на страничку и подпишутся. То есть комментарии – это реально совершенно бесплатный способ продвижения любой социальной сети. Не просто, о, классно, привет, здорово, как у тебя там, ты молодец, а прямо давай четкий комментарий на какую-то ту или иную, ну, как бы факт какой-то, да, то, что человек выложил, там прописал, если это профессиональный пост, а не просто кошечки-собачки. Пиши свое мнение. Я считаю, что там, допустим, ягодицы нужно качать так, потому что это вот так, вот так. Во-первых, это настолько повышает рейтинги, и люди, читав комментарии, те, кто всегда находится за кадром и в стадии наблюдателя, они это все видят, и они 100% перейдут к вам и подпишутся, и будут следить за вашими профессиональными, если они будут профессиональные посты, а не просто кошечки-собачки. То есть это очень повышает. Лайки повышают, естественно, комментарии повышают, и репосты. Репосты у нас есть тоже специальные группы, в которых мы делаем репосты. Это все официально, это все доступно. Единственное, что если вы выложили какой-то чат, пост, ссылочку для поддержки, и будьте добры поддержать всех, кто выше вас. В группе не так уж много человек, там по 5-6 человек, активных людей, и реально это работает. Это реально работает. Во-первых, вы делаете карму себе, и также эта карма дойдет к вам. То есть все блогеры, на самом деле, которые проявляются, они хотят видеть, что это им интересно. Если это действительно вас цепляет, или интересно, минимум, что сделать, это поставить лайк и прокомментировать. Многие блогеры профессиональные, которые вы наблюдаете в социальных сетях, YouTube, еще есть ссылочка, всегда идет на донат. И, понимаете, это настолько работает в обе стороны, что если вы будете комментировать, там лайки ставить, если будете писать донат, и вам это все вернется, и это повысит тоже вашу карму. На самом деле, это 100% работает. Я, кстати, записывала интересную лекцию про карму тренера. Можно тоже ее найти на нашем YouTube-канале в открытом доступе. Вот. Поэтому вот такие вещи. Я сейчас вам приведу еще один пример. У нас сейчас заканчивается время, потому что мы сейчас идем в закрытый клуб, будем там разбирать кейсы. Я вот вам покажу воронку продажи моей личной консультации. То есть, смотрите, вот сейчас я с вами провожу прямой эфир. Он бесплатный. Сейчас увидела там 3-4 человека. Это не важно, на самом деле, потому что эту лекцию я записываю на YouTube-канал, в ВКонтакте выложу, на Рутубе, также в Телеграм-канале она выложится в обычном доступе. Все, кому нужно, кто хочет, действительно, потому что информации очень много, и я думаю, действительно, очень полезно, и кому-то что-то откликнулось. Это все будет размещаться, люди будут смотреть и узнают больше обо мне, о моей консультации, о моей экспертности. Дальше у меня идет нетворкинг, допустим, в эту пятницу, то есть раз в неделю, ой, раз в месяц мы решили встречаться, раз в месяц мы решили встречаться, значит, тем, кто, эксперты, кто хочет проявляться, и это совершенно бесплатно для участников закрытого клуба, и это платно, только у нас в клубе не состоит, но это плата всего лишь 500 рублей, то есть как бы это абсолютно такая доступная цена, которая, ну, стоит одной тренировки, или две чашечки копии, да, даже полторы, вот, и вот мы хотим встретиться в пятницу в три часа на фестивале, кому интересно, приходите, пишите, ну, реально интересно, мы разберем кейсы, пообщаемся, познакомимся, и вы увидите, как можно делать нетворкинги с вашими клиентами, и реально это зарабатывает больше, чем 500 рублей. А дальше у меня есть фокус-группа, она стоит дороже, это 5000 в месяц, это когда мы в закрытой группе работаем от начала до конца по финансовой грамотности, то есть там есть задания, которые выполняются, есть видеоролики, которые я записываю, и мы раз в неделю встречаемся и проговариваем абсолютно все, кому что понятно, кому что непонятно, то есть такая более, это как мини-группа консультаций для тех, кто хочет, ну, профессионально вырасти в доходе, кому не нужно, тому не нужно, тот еще такой момент, если вы хотите освоить новую, как бы, профессию или увеличить доход, за это нужно заплатить, то есть бесплатной консультацией, бесплатного, или потратить время, то есть вот смотрите, или вы смотрите вот такую лекцию большую, действительно, я сказала, очень много, если вы там разбираетесь или будете разбираться сами, будете копать где-то, узнавать, смотреть кучу бесплатных лекций, реально можно, ну, как бы, разобраться. Если у вас этого времени нету, это тоже нормально, как и в тренерской деятельности, то есть фитнес-уроков в социальных сетях, в Ютубе, в Рутубе, очень много, если человек хочет заниматься, у него есть зал, он может на пробежку выйти, он может включить любой урок, но если он хочет получить результат, что он делает? Он берет минимум, идет в зал, где под руководством инструктора из людей близких по духу получает какую-то информацию, поддержку, тренируется, или он берет персоналку, да, и с персоналкой достигает больше результатов. Так и здесь. То есть если вы хотите какой-то результат, вы самостоятельно изучаете, смотрите видео, прислушиваетесь, находитесь за кадром, активно не участвуете, в принципе, ну, реально дойдете, разберетесь. Если вы хотите быстрых результатов, идете на какие-то очные или онлайн консультации, встречи, там, и так далее, платные. Не за это платите, вы платите за результат. Так, фокус-группа есть, это 5 тысяч в месяц, это тоже не так дорого, тоже как мини-группа. Есть закрытый клуб, это тоже как мини-группа, и в принципе фокус-группа и закрытый группа финансов плюс-минус одинаково, но в закрытом клубе вы получаете еще очень много наших закрытых, закрытых сессий, полностью курс «Богатый тренер», где я поэтапно все рассказываю. Сейчас мы будем встречаться, и в принципе она как фокус-группа, но немножко там, как бы очень много информации, ну, тоже можно разобраться, и есть как бы частичная плата, поэтапная плата. Ну, закрытый клуб просто самый выгодный, мне кажется, вариант, потому что там есть абсолютно все, единственное, там все немножко так разрознено, нужно разобраться, сесть и что зачем. Ну, в принципе, если вы будете присутствовать и выполнять домашние задания, те, которые я даю, все тоже будет очень хорошо. Фокус-группа – это просто более сконцентрировано и прямо закрыто, где мы конкретно работаем, и там не пропустишь. И личная, естественно, консультация есть у меня, кому нет времени вот копаться во всем этом, у кого, как вы думаете, супер индивидуальный какой-то подход или нестандартная ситуация, вы можете позвонить, мы с вами договоримся, будем встречаться, а также будут домашние задания, будем разбираться. И самое интересное, что в основном это идут психологические какие-то моменты, в которых, через которые, знаете, как потолок финансовый, который вы никак не можете пробить, мы это все разбираем, даем наставления и выполняйте домашние задания, отчитывайтесь и рассказывайте, куда вам конкретно, в чем нужно помочь. Кому-то нужно помочь элементарно разобраться с работами. Кто-то вообще не собирает клиента. Кстати, вот я не сказала по поводу, как заработать. Еще один из важных моментов – это сбор контактов. Это тоже, то есть, очень много нюансов. Просто нужно понять, с чем вы знакомы, с чем вы не знакомы, в чем вам помочь. И, конечно, личная консультация, как личная персоналка достаточно очень работает. Вот о чем я хотела с вами говорить. Если вам было полезно, ставьте плюсики, пишите свои комментарии и смотрите на закрытый клуб. Он не только платный, туда можно попасть за какое-то действие. Действие может быть, допустим, написать комментарий. Вы можете туда попасть экспертом. Вы можете там проявляться. И вы можете написать хороший, допустим, отзыв, где вы сейчас получили какие-то полезные инструменты, которые вы будете внедрять. И мы можем вам дать пробник в закрытый клуб. Вы там посмотрите, освоитесь. Что-то интересное, может быть, для вас. Может, вы останетесь, а может, вы поймете, что вам это неинтересно. Или, допустим, вы все знаете, ну, или нет потребности в этом. Но доступ на неделю можно получить, написать отзыв после вот этого прямого эфира. Как этот эфир был для вас полезен, что вы возьмете на вооружение или в чем начнете разбираться. На этом все. Спасибо большое, кто был с нами. Вот. И через 15 минут мы встречаемся в закрытом клубе для резидентов. И мы будем там более подробно разбирать воронку продаж и упаковку товаров ваших. Вот этих вот. Мы разберем воронку продаж. Более подробно я разберу и упаковку товара. Как сделать? Потому что я здесь не очень подробно это все разобрала. Так быстро. Понятно, что каждое действие требует более глубокого погрушения. И также я отвечу там на ваши вопросы, на любые. То есть можно разобрать абсолютно любой кейс. Кто готов, сейчас заходите в закрытый клуб, кто из закрытого клуба пишет. Я хочу разобрать свой кейс. На этом все. Всем спасибо, кто был. Записи я сделала. Спасибо. Ждем вас в закрытом клубе. Спасибо. 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 .